Всем привет! Всех рада приветствовать на этом канале. Меня зовут Ольга и сегодня я хочу вас пригласить пообщаться на тему дальнейшего ролика. Это уже, наверное, третья серия, целый сериал «Уход за лицом». Я хочу с вами поделиться теми покупочками, которые я совершила в чёрную пятницу. Это было «Золотое яблоко», это был «Мак», одна кисточка приобреталась. Но в основном это связано с уходом. Ну, как бы вот такие мелкие покупки были совершены именно связаны с уходом. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая вот кисточка, так сказать, щёточка для бровей. Ну, можно, конечно, ей и тушь наносить. Это кисть 204 «Мак». В «Маке» была скидка на чёрную пятницу, минус 20%, что происходит очень редко. И мне не хватало этой кисточки. Вот в основном у меня всё есть, но вот именно вот эта вот кисть мне для бровей не хватало. Я её, наконец-то, вот приобрела. Вот такая вот моя покупка. То, что я хотела вам показать. Дальше хочу, значит, по порядочку. Хочу показать кое-какие позиции. Я приобрела вкус Вилли, пробовала, связанный с уходом за лицом. Пробовала их позиции, которые они выставляют на продажу. Ну, и поделиться с вами. Значит, первое, то, что я приобрела, это вот такой вот гель для умывания. Так, сейчас вам, чтобы показать. Значит, гель для умывания. Здесь 250 мл. С эстрактором алоэ вера. Подходит для всех типов кожи. Бережно очищает, придает коже упругость, нормализует секрецию сальных желёз. Значит, что здесь ещё заявляет производитель? Ну, очищающий кель для всех типов кожи. Комплекс мягких растительного происхождения. Бережно, эффективно очищает кожу от загрязнения, остатков макияжа. Не пересушивает, не стягивает кожу. Сохраняет, естественно, кислотно-щелочной баланс. То, что нам и требуется, в принципе, сохранять кислотно-щелочной баланс. А pH у нас 5,5 должно быть. То есть, соответственно, не меньше. Эстрактор алоэ вера активирует клеточный обмен. Укрепляет стенки сосудов. Стимулирует выработку коллагена. Эстрактор липы придает упругость. Тонизирует, повышает эластичность. Успокаивает, увлажняет чувствительную и повреждённую кожу. Морская соль очищает, снижает жирность кожного покрова. Укрепляет структуру кожи. Насыщает кожу минералами. Значит, из состава, что мы здесь видим? Вода специальной очистки. Эстрактор алоэ веры на втором месте. Комплекс мягких пав растительного происхождения. Глицерин. Эстрактор липы. Морская соль. Пантенол. Акскорбиновая кислота даже есть. Акскорбат натрия. Салицилат натрия. Лимонная кислота. Гликолевая кислота. Молочная кислота. То есть, в принципе, состав ноль парабенов, искусственных красителей, ланолина, минеральных масел. То есть, достаточно натуральный состав. Поэтому, присмотрите, стоит этот тюбик в районе 200 рублей. Достаточно хорошее очищение производит. Приятный запах. Такой аскорбиновый. Алоэ тоже чувствуется. Омываюсь я и мой сын. В основном сын, конечно, умывается. Потому что у меня есть другие версии, чем я умываюсь. Но я, ещё раз повторяюсь, расход минимальный и достаточно хороший. Поэтому, присмотритесь, вкусвили продаётся. И также вкусвили я приобретала гель-сыворотку для красоты 50 мл. Вот такую гель-сыворотку. Я её приобрела, вы знаете, изначально не просто для лица. А я сначала, когда у меня не было крема для глаз, я ей пользовалась. Ну, вот сколько я использовала. Потом у меня появились, я перешла на другие. И что я заметила, когда я пользовалась? Что очень хорошо увлажняет. Она консистенция такая гелевая. Достаточно, но хорошо питает и хорошо увлажняет. То есть, проникает сразу. И знаете, такое состояние, как будто бы, как это, дышащее сразу состояние, которое увлажнённое. Как будто тебя напитали каким-то экстрактом водным, что тебе прям легко дышать стало. Вот, бурится с морщинами, заявляет производитель, сохраняет молодость кожи, подходит для чувствительных кожи, повышает эластичность кожи. Ну, достаточно здесь дешёвый продукт, то есть, как бы он недорогой, да. Поэтому, как бы, то, что там сильно борется с морщинами, я, опять же, скажу, что я не сильно в это верю. Вот. То, что касается состава, тоже натуральный такой состав. Есть и гликолевая кислота, и молочная, но на последних позициях. Вот. И на первых позициях идёт гиалуроновая кислота, чтобы увлажнять. То есть, её, как бы, акцент на увлажнение. Поэтому присмотритесь тоже, допустим, из таких недорогих версий. Она достаточно хороша, и как крем для лица, почему бы и нет, под макияж, достаточно хорошая. Ну, не на ночь, чтобы всё равно нужно ночью питать кожу. Следующее, что я хочу показать, вот, умывалка, которой я, допустим, пользуюсь, вот, именно в Чёрную пятницу, в Золотом Вавилоне. Давно я слышала о марке Леврана. Это достаточно российская марка и достаточно бюджетная. Ну, а то в Ютьюбе слушала от блогеров и вообще рекомендации. И решила попробовать, увидела в Золотом Яблоке, где-то в уголочке, там далеко-далеко, всё-таки я дошла, ну, прошлась по всему Золотому Яблоку, дошла всё-таки до этого стенда и увидела эту марку, хотя до этого и не знала. И были тоже на неё акции, были скидки и приобрела две позиции. Это гель для умывания и витамин С. Значит, смотрите, гель для умывания, тонизирующие с лемонграссом, PH 5,5. То, что нам нужно. Здесь 200 мл. Вот такое вот гель для умывания. Я вам рассказываю, то, что вы присмотрелись и кому будет интересно, вы, естественно, приобретёте, потому что марка достаточно веганская, натуральная и она бюджетная. И поэтому, как бы, на моём канале рассказывается не только дорогие какие-то версии, но и бюджетные, потому что я испробую всё, что возможно. Значит, здесь гель обладает нейтральным, понятно, 5,5 у нас PH, благодаря чему не сушит кожу, подходит для любого типа лица. Масло лемонграсса прекрасно освежает и оказывает тонизирующее действие на кожу. Эстракт изверобой ромашки оказывает антисептическое и антибактериальное действие, успокаивает и тонизирует. Эстракт календулы улучшает процесс регенерации, укрепляет капилляры кожи, восстанавливает кожный покров. То есть, вот такие вот есть компоненты в этом геле. Что у нас по составу? Вода, это родниковая у нас здесь идёт, потом идёт мягкий паф из кокосового масла, растительный сербитол, инулин идёт, лимонная кислота, эфирное масло, лимонграсс, так-так-так-так-так-так, чайного дерева есть масло, лимона, экстракт изверобои у нас идёт, экстракт ромашки, календулы и липы. Значит, 99,8% от общего количества ингредиенты натурального происхождения. Сделано в России, как я уже сказала. Значит, что я могу сказать про этот гель? Мне гель очень понравился. Запах у него лимонный. И мне очень... То есть, такой, знаете, лимонный немножко кислот, но чувствуется, что там есть кислоты. И гель мне очень понравился. Я его чередую с пенками, как второй этап умывания. Очень мне нравится. То есть, хорошо очищает. Действительно, не сушит кожу, не стягивает. Нет такого, что, знаете, прям, чтобы такое жирное потом нанести и всё. Нет. Очень хорошее очищение. И хорошо снимает... Вернее, ну, я когда умываюсь, и снимает до этого первый этапа, то есть, либо это гидрофильное масло, либо вот крем, который я показывала. Не крем, а этот, господи, забыла. Хемиш. Чем умываюсь я в предыдущем видео, это я рассказываю. Кто не видел предыдущее видео, я оставлю ссылочки. Обязательно пройдите, посмотрите. Я рассказывала о косметичке Каи Бьюти. Очень хорошая косметичка. Доступная, может быть, естественно, вам пригодится. Поэтому, кстати, чтобы не пропускать видео, обязательно подписывайтесь на этот канал и ставьте колокольчик, чтобы вам не пропускать видео, потому что мы здесь говорим много об уходе, об красоте, о здоровье и о молодости. Итак, значит, то, что касается вот Леврана, мне понравился. Мне понравился, естественно, как бы надолго его хватает, потому что расход минимальный, присмотритесь. И следующее, то, что я купила из этой марки Леврана, это витамин С. Здесь 30 мл. Находится вот в такой вот тубосе, вот таком вот, из картона. Что-то у меня сегодня... Ага, вот витамин С. В таком вот тубосе находится. Значит, такой вот тубос открывается. И здесь у нас находится ботулёчек в тёмном стекле, с пипеткой, всё как положено. 30 мл. Что могу сказать по поводу этой сыворотки? Значит, сыворотка для лица с витамином С осветляет тон кожи, уменьшает пигментацию, пигментные пятна, веснушки, освежает свет тусклой кожи, предотвращает старение, стимулирует синтез коллагена, значит, способствует образованию нового коллагена в коже, чем помогает в борьбе с фотоокислительным повреждением кожи от ОФ-излучения. Значит, витамин С является фиктивным антиоксидантом, и его чистая форма L-аскорбиновой кислоты, как было показано, устраняет множественные признаки старения кожи, в то же время улучшая состояние кожи при местном применении. Здесь у нас витамин С в форме аскорбал, аскорбиновой кислоты, в форме аскорбиновой кислоты, да, сделано в России 30 мл. Что могу сказать про эту сыворотку? Вот у меня уже половины её нету, я её испробовала. Вообще, витамин С, он очень нужен для нашей кожи, очень нужен для нашей кожи, поэтому я всегда опробую витамин С, я как-то из одного видео показывала вот такой вот витамин С, сайт iHerb, тоже, кстати, посмотрите, он мне очень нравится, тоже здесь версия аскорбиловой кислоты, но здесь немножко другой состав, и здесь 5% аскорбиловая кислота. Вот. Я всегда пробую витамин С, если хороший состав, пробую, чтобы и вам советую, что витамин С нужен для нашей кожи, даже если мы в первое время сразу не видим каких-то эффектов, каких-то результатов, то поверьте, результат всё равно есть. Он накопительно имеет действие, и что происходит, то, что когда пройдёт, допустим, 3-5 лет, вы будете выглядеть даже не то, что не постареете, а даже лучше, потому что вот тогда будет работать витамин С, нежели если бы вы его не употребляли, и будете выглядеть хуже. То есть витамин С, он хорошо накапливается и стимулирует действительно выработку коллагена, стимулирует нашу кожу, пигментные пятна. У меня были вот здесь пигментные пятна, всё ушло, никаких пигментных пятн нет. Конечно же, на следующий день хорошо кожу защищать СПФ, и поэтому, чтобы не попадать на солнышко. Да, у нас зима, но всё равно днём, если вы выходите на улицу, солнце, оно таковое и есть. То, что касается этой сыворотки, что могу сказать? Все разные сыворотки, все они по-разному действуют, все по-разному они реагируют, работают все по-разному. Вот такая вот жидкость, такая мутненькая, да. Вот, запах, сейчас скажу вам, да, запах аскорбат такой, знаете, аскорбинки. Но что могу сказать именно про эту сыворотку? Она у меня самая дешёвая, ещё она была на акции, что-то я не помню, за сколько я купила, за 350 рублей, что ли. Но я ещё раз повторю, что Левран, она достаточно экономная марка. Мне очень понравилась эта сыворотка. Вот у меня есть три сыворотки с витамином С. Первую я вам показала от Клэрс, сайта Хёрп. И Леврана, это российская, значит. И третью сыворотку я вам покажу в следующем видео. Мы будем говорить об уходе от марки The Ordinary. И там тоже витамин С я прикупила. И все они, есть три разных витамина С. Именно вот этот витамин С, чем мне понравился, он классно увлажняет кожу. Классно увлажняет кожу. Сразу, моментально, с первого эффекта, когда он только, вы даёте ему поработать, он проникает в структуру, и он делает увлажнение. Я тем более наношу как бы сыворотку не такими, как бы, да, втирающими, а прижимающими, прижимая ладошкой, вот, и на шею обязательно. И тогда он хорошо увлажняет, вот именно эта сыворотка хорошо увлажняет. Расход, в принципе, ну, средний расход. Не могу сказать, что супер минимальный, но средний. Потому что всё-таки она ближе к такому водному эффекту. Если вот эта сыворотка масляная такая, хотя там масел нету, но эффект какой-то масляный. И следующая тоже более экономичная. Это более такой расходный. Но мне нравится наносить её утром, то есть перед макияжем, когда мне надо увлажнить кожу, когда я чувствую, что мне нужно увлажнение. Я работаю только на увлажнение. Наношу и эссенции, и крема, и, допустим, витамин С. Я не наношу витамин С после эссенции. Я наношу витамин С сразу, как только умылось. Чтобы это был первый такой этап проникновения в кожу. Чтобы ничего не препятствовало. Я не наношу ни тоники, ни что, а вот сразу витамин С, чтобы напрямую это всё проработалось. А потом уже наношу там либо крем, либо эссенцию, если мне что-то не хватает. Ну, присмотритесь к этой марке, и достаточно очень хороший витамин С. И мне понравился, обязательно буду покупать. И вам советую. Превосходный, превосходный. Не могу сказать, что он даёт какое-то свечение из-под кожи, как, допустим, другие витамин С. Но вот увлажнение он даёт превосходным. Следующее, что я приобрела в золотом яблоке, это вот такой вот консилер от Clorans, который мне очень понравился. Я вам его советую. У меня в оттенке 02. Вообще, в чёрную пятницу был на Clorans и на другие марки минус 50. Это очень уникально. Вообще, золотое яблоко. Сейчас мой любимый магазин. Этот Литуаль, Ревгош, Эльдоботе остались позади. Но хорошие они дают скидки и в праздничные моменты. Очень здорово. Именно вот этот вот консилер очень классно маскирует синеву. Не западает в складки, не стекается. Даже можно не припудривать, не закреплять. Очень классно держится. Ну, по крайней мере, на моих глазах. И хорошо ложится на любой крем. Превосходно, превосходно. Присмотритесь. 02 оттенок у меня. Там три оттенка. 00, 01, 02. Вам понравится. И превосходно просто... Извините. Я уже не буду это вырезать. Пускай такая останется. У меня просто сейчас сын приболел. И чувствую, что на меня это тоже как-то волна идёт. Но не дай бог. Итак, классный консилер. Прям классно мне понравился. Прям чуденечный сложится. И прям превосходно. И две позиции у меня остались, которые тоже купила я в Золотом Яблоке. Давайте вот тоже поговорим об такой марке Batavikas. Тоже я об ней слушала, слышала достаточно долго. Это тоже российская марка. Тоже бюджетная и тоже натуральная. То есть натуральные ингредиенты. 98,4 натуральных ингредиентов. Это укрепляющий крем. Эффект лифтинга для нормальной и зрелой кожи. У меня кожа достаточно... Ну, недостаточно. Вернее, кожа уже зрелая, не молодая. Поэтому... Значит, здесь ежедневный уход. Устраняет признаки преждевременного старения. Улажняет, смягчает, атонизирует. Выравнивает рельеф кожи и цвет лица. Защищает от агрессивных факторов окружающей среды. Здесь грейпфрукт и кориандр. Дальше функциональные компоненты. Что здесь присутствует? Это экстракт женщины, экстракт ламинарии, цветочная вода липы, герлоновая кислота, растительные масла априкоса, авокадо, персика, рисовый воск, витамин Е, Ф. Очень-очень хороший состав. Я вам могу сказать, вот такая вот коробочка, вот такой вот коробочке находится, приятный. Здесь открываем и находится, от этой марки я взяла вот одну позицию, чтобы попробовать. В таком вот тубисе находится вот сама, сам крем. Что могу сказать про крем? Расход минимальнейший. Просто минимально нужна горошина. Распределяется хорошо по лицу. Хорошо впитывается. Не жирнит. Никак жирный блин. Хорошо впитывается. И классно вообще. Знаете, даже есть такое ощущение, действительно подтягивающей кожи. Не то, что прям морщины растворились, и ты прям хоп-так у тебя всё подтянулось. Нет. Но то, что ты чувствуешь, что действительно уплотнение кожи есть. Такая, вы знаете, кожа уплотняется. И чувствуешь, что она не такая нерыхлая, не тонкая, не дряблая. А действительно есть какое-то вот уплотнение кожи. Тем более, когда вы пользуетесь не один раз, а систематично. В течение месяца, да, вы пропользовательность. И уже можно говорить о каком-то либо результате. Крем достаточно хороший. Была на него акция, какая-то хорошая скидка. Что-то он стоил порядком 150 рублей, какие-то копейки. Но я думаю, ну дай попробую. Потому что слышала про него, но не думала, что такая марка дешёвая. И состав очень натуральный, очень классный. И всё, конечно же, веганское. Всё, конечно же, не тестируется на животных. То, что я показываю всегда. Но крем очень... Хорошая одушка. Даже много... Вот сейчас даже много я выдавила. Ну вот, что на руку, да. Вот достаточно вот этого количества, чтобы нанести на лицо. Хорошо распределяется. Хорошо расп... Ну, по всему лицу. Работает. Дайте ему просто поработать минутки пять, да. И можете дальше наносить там макияж. Всё, что вы хотите. Это дневной крем. То есть, под макияж с утра я его наношу. Не вечерний. Хорошо увлажняет, питает. Очень здорово. Ну, естественно, я думаю, что он работает что-то там anti-age. Очень хороший запах. Приятный. Прям натуральностью. Чувствуешь, что пахнет натуральными компонентами, которыми там находятся. Так что здесь у нас, кстати... А сколько у нас здесь миллилитров? 50 миллилитров. Поэтому хорошая марка. Стоит присмотреться. Поэтому присмотритесь. Замечательно, замечательно. И классный состав. И, конечно же, как для питания, увлажнения, почему бы и нет. И последняя позиция, которую я вам хочу показать, которая мне тоже очень понравилась. Эту позицию я давно на неё смотрела на сайте iHerb. Но тут я пришла в Золотое яблоко, увидела эту марку, ихний стенд. На них была скидка даже дешевле, чем на iHerb. Крем достаточно не дешёвый. Он на iHerb стоит полторы тысячи где-то. А я купила в районе 1200, что ли. Это крем для... Под глаза. Для глаз. То есть, 20 миллилитров здесь. И что здесь? Питательный крем для век укрепляет, разглаживает питание. Крем препятствует образованию морщин. В деликатной области вокруг глаз. Помогает удерживать влагу, улучшает тонус и упругость кожи. Можно наносить утром и вечером. Тоже минимальный расход. То есть, немножко нанесли, распределили. Крем достаточно такой жирноватенький. И ему надо дать время поработать. Он в таком металлическом тюбике находится. Ему просто надо дать время поработать, девочки. Некоторые думают, ну, жирный куда, только на вечер. Нет, я пробовала под макияж, всё здорово получается. И он проникает хорошо, хорошо питает, увлажняет кожу. Просто ему надо побольше дать времени, чтобы он проник. Ну, допустим, там минут 10-15. И вы уже не увидите. Хорошо консилеры ложится, тени, праймеры. То есть, замечательно здорово вообще. И здесь натуральные ингредиенты. Очень натуральные ингредиенты. Поэтому здесь идёт эстракт моркови. И эстракт ещё, сейчас скажу, сейчас скажу про составы. Здесь идёт вода, сквалан, глицерин. Значит, здесь идёт кукуруза, масло зародыша, пшеница, кунжут, пчелиный воск идёт. Вот, так, значит, здесь идёт экстракт персикатума, гидрокума, не выговоришь, сульфат магния, пантенол, корот, ну и так далее. То есть, бета-кератин вот как раз, да. И у многих на вот эти компоненты идёт аллергия, как я вот смотрю по отзывам. У многих идёт аллергия, поэтому я этого боялась и долго досматривалась на этот крем, достаточно недешёвый, дорогой. И не заказывала, потому что я достаточно такой человек, могу тоже аллергичность взять на себя, ну, аллергию. И боялась, что вдруг он не подойдёт. Но тут я решила о золотом яблоке, плюс ещё акция. И нет, он мне подошёл, и я очень этому рада, слава богу. Мне понравился крем, мне понравилось его питание, увлажнение, как и днём, так и вечером. Но я в основном его наношу на ночь. Он хорошо питает, увлажняет. И самое главное, что мне нравится, он действительно освежает кожу под глазами, осветляет, освежает. И вот эти вот мелкие мимические морщинки он разглаживает. То есть, если глубокие у вас какие-то заломы, конечно, он разглаживает, за раз не сможет, это надо долго пользоваться. Но я даже вот сюда вот на переносицу наношу, я чувствую результат потихонечку, потихонечку. А вот мимические морщинки под глазки он классно распределяет. Если у вас не появляется аллергия, это классный крем. Некоторые даже блогеры и отзывы идут, что он аналог с авокадо крем от Kiehl's. Поэтому он порядком дороже, а это, естественно, в два раза дешевле. Мне нравится этот крем, я им пользуюсь. Ну, ура! И пока что всё хорошо и замечательно. Поэтому присмотритесь к этому кремушку обязательно, потому что марка вообще очень достаточно популярная, хорошая. Поэтому, почему бы и нет, классный крем. Вот это всё, что я вам хотела показать. Это были мои покупки в золотом яблоке. Не только. Кому понравилось и было полезно это видео, если вам не трудно, ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои какие-то пожелания. Может быть, свои рекомендации, отзывы, какими вы пользуетесь позициями, каким вы пользуетесь уходом. Что-то вам очень нравится, и вы можете посоветовать и поделиться. Всем всего хорошего. Желаю, берегите друг друга, желаю здоровья, потому что сейчас такой период эпидемии гриппа. Обязательно следите за собой и ухаживайте. Не забывайте, не забывайте не пропускать следующее видео, потому что следующее видео мы тоже будем говорить об уходе от марки The Ordinary. Я уже об этом сказала, намекнула. Классная марка и позиции очень-очень классные. Поэтому всем-всем хорошего. До следующего видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова